я вас приветствую друзья это ролик посвящен перевалу дятлова вернее той трагедии которая произошла в районе этого перевала там погибла группа туристов упи в 1959 году якобы 2 февраля вновь на 1 1 2 по официальной версии есть конечно сомнения есть много вопросов по этой трагедии и пытаются изучать со всех сторон разделилась общество на несколько лагерей на множество версий у меня тоже есть своя у меня есть свои размышления я считаю что там много инсценированной много материалов то нас донесено высказанном виде а некоторые вполне вероятно просто сфальсифицированы но в этом ролике я хотел вам наглядно показать но что за такое так называемая холодная ночевка в условиях вот этого перевала или в тех условиях по крайней мере где была поставлена палатка группы дятлова мне прислали видео канала доропея они там много лет лет семь назад ходили бродили по этим местам группой ночевали как я понимаю не на том месте где стояла палатка но на склоне недалеко от того места где эта палатка была найдена якобы вот в таком виде но я думаю что это инсценировка еще раз повторяю об этом много раз говорил и в своей версии я тоже об этом упоминал но нас пытается убедить и в этого безусловно верят многие исследовали на 99 процентов наверное исследователи безусловно верят что нормально пришли вот здесь палатку поставили решили так сказать не терять какую-то высоту зачем ты им очень понадобилось на этот хребет и они по хребту там решили пройти об этом я тоже обязательно поговорю и наглядно покажу что такое гуляние по хребту легкая в припрыжку поэтому подписываться не забывайте нажимать колокольчик уведомлений о новых моих видео у меня много интересных тем не только перевал дятлова посмотрите вас может заинтересовать и другие темы где требуется аналитическое размышление вот здесь вот это бесконечные поры вокруг палатки что она безусловно поставлена на склоне ради ночевки там по моему разбиваются вот этим видео от автора который снял этот ролик и я хочу вам это продемонстрировать но начну я не с того как они устанавливали эту палатку а уже с того как они переночевали и уже так двинулись к тому месту где были найдены тела погибшей группы дятлова вот именно утренний подъем наверное многое о чем может вам рассказать и показать какие погодные условия что конденсат выпадает просто немеренный сразу хочу пояснить палатку поставили шатровую не ту палатку которая была у группы дятлова это другая конструкция она более широкое мест больше но даже в этой палатке казалось бы продуваемый получился кондитата вы кондитат они дышали естественно пар происходит изо рта выходит и дальше вам покажу насколько там они могли надышать как этот пар летит изо рта я кстати так и не понял какая температура но по моему температура не такая там мини минус 20 25 было однозначно на мой взгляд судя по всему выше была температура уже все равно какие условия смотреть кондитат набрался на палатке внутри и выпал везде виде и не на всей одежде немаловажным значение это имеет вся вся палатка в дичайшем и не вся палатка вы не одежда люди спальники все-все-все-все вы не я что-то не помню насчет и не я почему я обратил внимание я не помню насчет и не я каких-то высказывания что вот заглянули в палатку вся палатка внутри там вы не чет такое что я хочу сказать есть и в холодной палатке находится человек то обязательно он на дышит давайте так и изнутри палатки она будет вы не и этот и не никуда не растает так вот в показаниях об этом не слова то есть если в палатке не топить печку понимаете там будет и не об этом ни слова не говорится вот вам наглядный пример то скорее всего одно из доказательств того что в палатке которая была найдена на склоне группы дятлова имеют виду никто не ночевал и не успел на дышать ну или хотя бы некоторое время там не находился вот тоже очень серьезный фактор нам и я считаю что на это надо обращать внимание еще раз посмотрите во что превратилась палатка внутри на утро вы удивитесь но за ночь я даже согрелся спальнике зато вот как выглядят наши вещи да я хотел сказать я специально вот этот момент еще взял согрелся спальнике то есть ночевали они в спальниках не в этой одежде в которой пришли а в спальниках и вот там согрелись но спальники сегодня такие извините что могут выдержать серьезные нагрузки еще раз повторяю температура судя по всему не такая морозная которая была во времена похода группы дятлова но у группы дятлова спальников не было как они могли там ночевать это еще и раздеться ну а насчет снега внутри палатки все за ночь немножечко забил снежком вот так выглядит одежда вот так выглядит все это выглядит по той причине что они не смогли установить печку на это немножко забегаю вперед и хочу вам показать вот сейчас будет обзор такой общий как одеты вот в какой одежде находится внутри палатки и судя по всему так и находились всю ночь вот эта группа туристов обратите внимание они все в куртках почти все они все одеты никто верхних одежду не снимает вот еще здесь в более приближенно на амиша предлагает вариант идти не только в пуховке но и спальники да там внутри так тепло и комфортно вот видите мид игр предлагает вообще в спальнике находиться и завтракать там тепло и комфортно ни у кого не возникает даже идеи а давайте разденемся и лягом под какие тонкие одеяла как нам говорят про группу дятлова но и насчет пара вот здесь есть такой наглядный момент то такое на дышать заметили до пары изо рта как идет у всех то все вот этот конденсат потом выпадает виде и не ну а что касается почему не установили печку погода все же не позволила поставить печку паха по нормальному очень сильный ветер сильный ветер и поставить печку по нормальному не получилось почему я обращаю на это внимание это опять к разговору на то что мол брали с собой полена группа дятлова и думали а мы на склоне там все равно как нибудь печку поставим то есть предполагали то они где-нибудь там поставят или на хребке где-нибудь печку поставят и там дровами воспользуется мог зачем в лет вот за тобой не ты вот вам объяснение сильный ветер и кто почему сильный ветер не дал поставить печку давайте послушаем моделяет стенки палатки шансов того что печка устоит и у нее не отвалится труба ну минимальный еще раз подчеркиваю это шатер это шатровая палатка здесь печку просто в середине поставил и трубу вывел его у группы дятлова конструкция совсем другая там палатку надо было серьезно растягивать чтобы избежать падение печки поэтому установить ее где-то на склоне или где-то там на хребту ветер сильнейший ветер никаким образом бы не дал и они бы мерзли до самого от артены и возвращаясь в принципе обратно тоже бы бесконечно замерзали причем находились они в одежде гораздо худше чем у этих туристов и в гораздо холоднее условиях разве можно в таких условиях допускать установки палатки на склоне если данный сейчас вот подготовлены ребята еле-еле с этим справить вот это я специально тоже решил показать во первых то что никто внутрь палатки вещи не затаскивают то лежит на улице зачем их внутрь почти от кого прятать никого нет зима ну и во вторых во что это все превращается вот ветер как дует и какими сугробами в результате становятся все эти рюкзаки вот то есть несмотря на сильнейший ветер все равно смотрите снег вот здесь везде надувается и останавливается на рюкзаках причем ведь не сейчас не метель вы думаете это метель идет нет это просто сильнейший ветер и палатку мотыляет несмотря даже на ту стеночку которую выставила эта группа вот посмотрите заметили мелькает стеночка из снежных кубиков а где стеночка у группы дятлова почему возле палатки не было такой стеночки разве они такого не знали способа знали а почему не сделали но нам потому что сказали но они же закопали вот здесь о так как они в яму закапываются но почему тогда палатка найдено не в яме то весь снег сдуло что ли за это время да ладно не отсюда и выводы что либо фотографии установки палатки к этому месту где найдена палатка никакого отношения не имеет либо это вообще фотографии другого похода а насчет того что это не метель я вам хочу сейчас показать пару моментов где видно солнце то есть обратите внимание на заднем плане сквозь вот эти снежные порывы ветряные четко виден солнечный диск то есть небо солнечно может быть не совсем чистая может там облака все-таки есть можно понять но периодически там солнце выходит и светит потому что это не метель еще раз повторяю это сдувает снег сильнейшим ветром и создается такая низовая метель вот как в таких условиях ставить палатку как таких условиях куда-то передвигаться по хребту легко и в припрыжку как нам объясняли тут бывшие поисковики но для меня вообще загадка и еще раз повторяю я покажу на этом до примере насколько это легко на примере похода этой же группы вот здесь кстати снова и солнце видно и стеночку видно когда уже палатку разбирали какую мощную стенку они выстроили то есть понятно да они гораздо защищеннее были а в результате посмотрите какие последствия и холодной ночевки внутри палатки и вообще на них что получилось как это все воздействовал но и когда они вышли на улицу и стали уходить смотрите какой ветрище вот еще один вам пример то есть видно в каких условиях им пришлось идти и видно что все-таки солнце там где-то присутствует однозначно как это не странно но светло по крайней мере но и на ветер подымая вот эти клубы снега просто сбивает ног и бьет в лицо но невыносимо тяжелые условия невыносимо а если при этом еще и температура минус 20 то я вас уверяю это промерзает человек просто на стул и находиться в таких условиях стараться вот вот пытаться находиться постоянно и очень долго без костра но это смерти подобно для чего так мудохаться когда есть лесная зона куда можно сходить потратить может быть время но зато остаться живыми развести костер для уже поставить нормально палатку растянуть поставить там печку и спокойно переночевать и вот глядя на все это я и делаю выводы что ну нереально вот та история что палатка на склоне однозначно была установлена и вот они там какую-то холодную ночевку хотели провести вот кровь из носу это им было надо никаких вот смыслов в этом нет объяснение что им подорез было надо подняться на высоту хулачах или потом ирачи так сказать по хребту но не выдерживать даже малейшие критики и отсюда и выстыкает у меня выводы однозначно и что палатка на склоне не было установлено группа дятлова а было инсценировкой чтобы именно к этому месту привлечь внимание отвлечь внимание от места воды кедра где приблизительно в этом месте и стояла палатка пишите что вы думаете по этому поводу делитесь впечатлениями ставьте лайки сделайте репост и буду крайне благодарен до новых встреч друзья